МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это абсолютно неправильно. Я бы даже сказала, с точки зрения парламентаризма, это недопустимо. И никакой коронавирус не должен влиять на право депутата представлять и защищать свои законопроекты. В данном случае эти законопроекты отклоняются комитетом, например, от оппозиционных фракций, а потом вносятся на пленарное заседание Государственной Думы по сокращенной процедуре. То есть, по сути, обсуждения нет, о чем я сейчас и говорю. Сегодня мы будем рассматривать три законопроекта конституционных, очень важных. Эти законопроекты принимаются как завершающий шаг принятия изменений в Конституцию Российской Федерации. И хотела бы вам напомнить всем, что наша фракция КПРФ не голосовала за изменения в Конституцию Российской Федерации. Более того, я напоминаю вам всем, что наша фракция проголосовала категорически против обнуления сроков полномочий президента. Итак, давайте посмотрим кратко по всем трем. Конституционный суд, первое. Какие изменения зафиксированы будут в федеральном законе? Было 19 конституционных судей, стало 11. А если с учетом посмотреть, сколько законов сейчас принимается в разрез статей Конституции о том, что нельзя принимать законы, ухудшающие положение людей, и жалоб все больше, получается, конституционных судей все меньше. Мы с этим не согласны. Далее. Конституционный суд назначается Сенатом по представлению президента Российской Федерации. Как формируется Сенат, мы тоже знаем. То есть Сенат, по сути дела, формируется губернаторами, плюс 30 человек, которых назначает конкретно президент. То есть, по сути, Сенат, это Совет Федерации, то бишь, это та структура, которая напрямую зависима от президента Российской Федерации. Теперь хотела бы сказать, что Конституционный суд имеет право отклонить законопроекты, которые считают, они посчитают неконституционными. Следующее. Правительство. Статус правительства, по нашему мнению, понижается. Потому что, если по действующему закону правительство Российской Федерации является высшим исполнительным органом власти, то теперь правительство Российской Федерации – исполнительный орган власти, но под руководством президента Российской Федерации. Мы тоже с этим не согласны. Такое расширение полномочий – это чересчур. Более того, силовой весь блок напрямую подчиняется не председателю правительства, а президенту Российской Федерации. Следующая прокуратура. Прокуроров, генерального прокурора, его заместителей, субъектов прокуроров, причем отраслевых прокуроров назначает президент Российской Федерации. То есть посмотрите, что мы по сути делаем. Мы один шаг уже сделали, который ведет нас непосредственно к монархической системе управления государством. Сейчас мы делаем второй шаг к монархии. А вот будет ли эта монархия конституционной, еще бабушка надвое сказала. Спасибо. 5 октября наша страна, как и мир, отметили Международный день учителя. Наверняка большинство депутатов Государственной Думы поздравляли учителей и рассказывали о том, как они их любят. Я напомню, что эта любовь в последнее время проявляется очень слабо. Судите сами. Если мы возьмем данные опроса, который провел Общероссийский народный фронт, окажется 44% учителей заявили, что в их школах не хватает математиков, 39% что учителей иностранного языка, 30% что учителей русской литературы, 26% что учителей начальных классов. Причем, по данным Общероссийского народного фронта, средний учитель работает значительно больше, чем на полторы ставки, а по данным Российской Академии народного хозяйства и госслужбы, каждый седьмой учитель работает на две. То есть работают за себя и за того парня, но, как выясняется, не получают даже за себя. Я не говорю про Москву, про наши Северные Эмираты, где очень высокие заработные платы учителей. Вообще разница в уровне зарплат по Российской Федерации около пяти раз, 4,8 раза, если говорить более точно. Но я хочу заметить, что при этом по данным того же Общероссийского народного фронта, в 75 регионах Российской Федерации из 85 указ президента от мая 2012 года так и не исполнен. Более того, недовольство учителей своим положением увеличивается. Кстати, перевод на дистанционное обучение потребовал от учителей большой дополнительной работы, но никто им за это ничего дополнительно не заплатил. Напомню, что по данным Питерского университета Литмо, для того, чтобы подготовить час лекции из презентации, предваритель должен затратить примерно 25 часов. Мой личный опыт это подтверждает. К чему я это говорю? В Государственной Думе давно находится на рассмотрении законопроект о том, что базовые оклады учителей были на уровне не ниже двух минимальных размеров оплаты труда по региону. Сейчас они колеблются от 2-3 тысяч, иногда до 15 и немножко больше. Мы подготовили второй законопроект, правительство не дает на него заключение уже больше двух месяцев, согласно которому надо резко поднимать статус педагогического работника и в частности в нем записано положение, за которое голосовали все без исключения депутаты Государственной Думы. А именно, чтобы базовый оклад педагогического работника стал не меньше 70% от средней заработной платы по региону. Сейчас, повторяю, это бывают считанные проценты, ну максимум там 20-25%. Все депутаты за это голосовали, однако, когда в прошлом году при обсуждении бюджета я вынес на голосование поправку к бюджету о том, чтобы Государственная Дума была последовательна и приняла решение, обеспечивающее исполнение ее собственного постановления. За это проголосовали три фракции, не проголосовала одна, но имеющая подавляющее большинство в Государственной Думе – Единая Россия. Поэтому мы призываем депутатов быть последовательными. Голосовали за постановление, голосуйте за законы, которые улучшают положение учителя, иначе кадровый кризис в стране неизбежен. Напомню, воплечение только цитату из Роберта Рождественского. Учитель – профессия дальнего действия, главное на земле. Давайте позаботимся о наших детях, потому что, если плохо будет учителю, настоящего образования наши дети и внуки не получат. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова